Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Автомойка Надзержинского у нефтекамцев пользуется популярностью. Два блока для мойки никогда не пустуют. Это не просто мойка, это прямо-таки сервисно-оздоровительный комплекс. Поздоровят вашу машину, а заодно и вас. Не хватает только представителей первой древнейшей. Кассир сауны уверяет, химикаты, нефтепродукты, выхлопные газы и прочая нечисть сюда не попадает. Как он может мешать химикаты? Сюда они не дуют. Вода сразу уходит под канализацию. Вот сауна, пожалуйста, что? Ветер вообще нет. Если ветер с этой стороны, а тут лес. Почему хозяин решил соединить баню и автосервис, остается его личной тайной. А вот то, что сливал всю химию с мойки и сервиса, куда попало, вылезло наружу. Поспособствовал этому неизвестный горожанин, остро переживающий за родной город. Этот некто измерил расстояние от мойки до жилых домов, сопоставил и написал жалобу. Куда надо и где надо, отреагировали как надо. В прокуратуре города по обращению граждан проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства индивидуальным предпринимателям Шакировым и Дамиром. Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по адресу Держинская, 13, в котором располагается здание автомойки с задравительным комплексом. Установлено, что законодательство об отходах производства и потребления предпринимателям не соблюдается, в результате чего прокурором города вынесено постановление о приключении к административной ответственности и направлено для рассмотрения в Министерстве экологии РБ. По результатам рассмотрения предприниматель расштрафован на 30 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель не согласился с назначенным наказанием и обжал его в арбитражный суд. Однако арбитражный суд в постановлении прокурора признал законом обоснованным и оставил в силе. В ходе разбирательств выяснилось, что у хозяина нет ни одного договора на утилизацию. Объяснить, куда девал сливы и отработанные масла хозяин не смог. Зато, кажется, смогли мы. Отходы до сих пор в бочках. Бочки во дворе центра. Рядом лес. Догадаться несложно. Дешево и сердито. И, заметьте, платить никому не надо. Хотя стоило бы. Сэкономив копейку, хозяин попал на рубль. Если бы он поинтересовался, сколько стоит не загрязнять город, то, наверное, ахнул бы. Чуть больше тысячи в год. Об этом нам рассказали в компании, специализирующейся на утилизации. Кто-то хочет где-то куда-то вывалить, кто-то еще какие-то ищет лазейки. Ну, чтобы как бы не платить, кто-то экономит. Ну, экономика бывает такая, что просто вот как на этом примере на 30 тысяч, то просто, сами понимаете, для них тоже деньги. Самые у нас такие как бы аккуратные и актуальные, которые четко работают, вот это у нас «Шевроле», вот, потом вот авторынок. Полностью очень неплохо все работают. Все четко сдают, все по графику. Иногда мы сами приезжаем, иногда они подъезжают. В общем, с ними просто приятно работать. Молодцы, хорошо. Ничего про них не скажешь. Вообще, молодцы, хорошо работают. В этом отношении порядок всегда, чисто, аккуратно. Переживающих за экологическое благополучие в городе действительно немного. А те, кто есть, объясняют просто. По закону и совести, работают надежнее. Никто не закроет твой набирающий обороты бизнес в один день. Наше предприятие работает на территории города уже довольно-таки давно. У нас заключены договора об утилизации отходов со всеми предприятиями, которые занимаются именно утилизацией. И затраты на утилизацию в настоящее время составляют около 20 тысяч в год. 20 тысяч для предприятия не обременительно. И как раз-таки важную роль играет именно социальная ответственность перед жителями нашего города. Городской суд обязал приостановить работу этого заведения, где в одном месте моют и тело, и машины. Впрочем, некоторым горожанам это может и не понравиться. Многих вполне устраивает невысокая цена услуг. А из чего она складывается, эта стоимость, и во что она обойдется в будущем нашим детям, волнует не всех. Справедливости ради стоит отметить не только здесь, почти повсеместно. Здесь, вот в жилом секторе, вообще три в одном – гостиница, мойка и сервис. А вот этот комплекс тоже рядом с частными домами взвели гости из теплой, когда-то братской республики. У Шим вообще от наших проблем с экологией ни тепло, ни холодно. Впрочем, решать горожанам. У нас всех есть выбор, где вымыть машину и остаться с чистой совестью. Реля Гарифульна, Ильшат Исламов, Время новостей.